В областном доме правительства состоялось заседание Высшего совета региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подвёл итоги работы на 2021 год, а также определил стратегические направления развития Подмосковья на год наступающий. Подробности в сюжете нашей съёмочной группы. В заседании Высшего совета приняли участие члены регионального правительства, депутаты Государственной думы и Московской областной думы, руководители органов местного самоуправления, представители правоохранительных органов. В начале своего выступления Андрей Воробьёв акцентировал внимание на основные принципы совместной работы по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. Житель всегда прав, власть работает для каждого человека, результат можно достигнуть только работая в команде. Губернатор напомнил главные принципы работы, которые помогают обеспечивать перемены в Подмосковье. Московская область заслуживает того, чтобы всегда радовать своими достижениями, инновациями, трансформациями. И для этого нужно было договориться с командой. Без команды это невозможно делать. И мы тогда, в 2014 году, эти семь принципов спокойно сформулировали, и, что приятно, до сих пор каждый из них остаётся актуальным. Одним из главных результатов работы регионального правительства в уходящем году стали показатели экономики и промышленности. Несмотря на сложную обстановку в связи с коронавирусом, доходы Подмосковья выросли на 21%. Губернатор отдельно остановился на развитии экономики в регионе. Именно она даёт всем нам возможность реализовывать те социальные, любые другие государственные и муниципальные услуги качественно. Качественно реализовывать программы в инфраструктурных проектах. Всё это для нас является залогом успеха. Важно, что в заседании высшего совета принимают участие главы муниципальных образований. Таким образом, они проникаются общими идеями, учатся, обмениваются опытом. Глава Либерецкого округа Владимир Ружицкий прокомментировал услышанное. По-доброму несколько раз упомянул и Люберец, и Люберецкий городской округ. Я оцениваю, что у нас достаточно хорошая, слаженная команда в муниципалитете. Мы ориентированы на жителей, мы достаточно устойчиво развиваемся, есть положительная динамика. Мы традиционно закрепились в числе лидеров и по различным направлениям эту марку держим. Без команды не достичь результата, я могу сказать, что в городском округу Люберца эта команда собрана, она работает уже в достаточно долгий промежуток времени. Губернатор отметил важность взаимодействия представителей власти и жителей региона. Общение с населением, открытость помогают внедрять смелые и важные трансформации. 2022 год – время для новых решений.